Hello everybody! Hi my students! Hello friends! К назначению нового зампрокурора господина Чайко. Господин Чайко получил нового зама. Это вот Захарова Алексея Юрьевича. Вот. Но оказывается, вот мы сейчас по Пифагору посмотрим, что это за назначение. Видно, что это назначение опять семейственности, ничего лишнего. Правильно? То есть, чисто семейственности и никого лишнего. Захаров Алексей Юрьевич, он в Архангельске родился. Саратовский его юридический закончил. И там его болтало по всем прокуратурам вплоть и где-то оказался в Москве, вот в Басманном прокурором, межрайонным прокурором. Вот такая траектория. А как он оказался, значит, вошел туда, в семью-то? Он оказался через старшую дочку Швойгу Сергея Кожигедовича Юлия. Юлия Сергеевна, старшая дочка, с 77-го года рождения. А она, как они пересеклись, я даже не знаю, может быть, в Басманном суде. И, значит, она сама закончила МГУ. В 2000 году она закончила где-то МГУ по психологии, в факультет психологии. И получила распределение в Центре психологической помощи, экстренной психологической помощи при МЧС. Центр такой. И буквально через год, в 2001 году, она стала уже замом этого Центра, а в 2002 уже начальником этого Центра. А в 2003 она уже скоропостижно защитила диссертацию на тему, как выбрать кадры, чтобы там в МЧС были устойчивые кадры. Под руководством, значит, двух докторов. Один руководитель, второй научный консультант, два доктора. А оппоненты тоже доктор и кандидат. Соответственно, да? Ну, вот так-то. То есть, она уже через три года после окончания института, ну, это какой-то вундеркин, да, оказывался. Ну, подумаешь, там у неё папа, да? Ну, что такое папа? А вот уже вот она в 2000 году, она приступив к работе, к настоящему времени, сейчас вот 19-й год, начало только идёт, у неё уже 17 наград. Весь пиджака уже не хватит. Скоро самого папашу догонит по иконостасу своему, да? Вот. Ну, вот где-то они пересеклись с Захаром, они, ну, женились, вот двух детей родили. Они дочку Дарью и сына там, Кирилла, по-моему. Вот таким образом. И таким образом Захар Фарси Юрьевич, он зашёл в эту вот семью. А Сергей Кожигетович, как мы знаем, он является родственником жены господина Ельцина. Вот такая Наина есть, да? Оперный персонаж практически. Наина, Наина, там что-то такое. Какой-то там есть ария, да? Вот. И, значит, пересеклись, живут. Вот. Дальше мы посмотрим. Захаров вообще сам Алексей Юрьевич, он что-нибудь из себя значит, как прокурор-то? Профессиональная пригодность у него есть или нет? Вот она, видимо, обнаружила, что он такой слабохарактерный, мягкий человек, юморист. Вот он. Сумма небольшая, но это нам не страшно. Мы вокруг него объёмся и весь всё сало из него вытопим. Правильно? Поскольку он кто у нас? Белый металлический свинья. А это добрая старина по-китайскому. Вот. Добрый такой человек, у него характеристики очень хорошие все. Кроме вот единственного, по семье, это он ждал, пока его женят, пока вот проползет змея, его не окрутит. Три троечки. Четыре троечки. Это, значит, он по гаджетам вообще супермен. Так же, как Медведев. То есть, он любит точные науки вот эти, да? Ну, юморист. Две девятки. Три единицы. Это характер. Золотая середина. Очень сговорчивый. Энергетика небольшая. Ну, есть рептилоидный комплекс. Ну, это, как обычно, у нас же выбирает по этому признаку, видимо, да? Руководство. И в замы, и в пумы. И вот эта вот вертикаль нулёвок и восьмёрки нет. Это характерно, да? Дельта равно нулю. Ну, хранитель общака семейного, да? Да. У кого? Вот жена Шойгу Захарова Юлия Сергеевна. Четвёртый, пятый, семьдесят седьмого года. Вот её портрет Леонардо да Винчи. Видите? Три семёрки. То есть, ангел ненадолгое время пришла на землю. Вот это. А дальше она задержится, будет болеть. Ну, вот у неё сейчас самый такой период такмё. Тоже восьмёрки нет, но вот она и есть, прокурор-то. Видите? Две тройки, две пятёрки. То есть, следственный работник, плюс удача очень большая в работе. Вообще колоссальная удача. Ну, конечно, за три года. Защити диссертацию, это суперспособности. Ну, тоже двойка, но четвёрочка есть. Хотя за здоровьем надо следить. И троечка тоже, вот у неё были колебания. При создании семьи она сильно колебалась. Ну, в конце, в конце увидела такого доброго человека. И сумма у неё больше на единицу. Ну, дельта минус восемь, да. Это вот такой характер критик. То есть, критик, критик, критик. И сумма, то есть, единица, это характер, ну, крайне эгоиста. Вот она живёт, и всё такое. Вот такая вот. Две характеристики. Теперь, всё не будем, там очень много, если всё рассказывать, здесь надо на час. Всё это просто не зачитывать. Характеристики вот этого вот. Год свиньи, родившейся. Она родилась в год змеи. Семьдесят седьмой год был год змеи. Означает мудрость. То есть, вот она фактически зампрокурора. А это просто она его обвела, и вместо пояса его будет давить, и он будет с ней советоваться, все вопросы будет решать с ней, естественно. Ну, и плюс там ещё, ну, папе не давал, сами уже грамотные, да. А не туда министра обороны, ему некогда, не до этого. Вот. То есть, мы видим-то матрицу таланта прокурорских, исследовательских деятельностей. Это как раз у неё, Юлия Сергеевна. Плюс, а поскольку она вот, недостатки какие. Поскольку она родилась вот в год. Они антагонисты между друг другом. И сам Захаров, и она Юлия Сергеевна Шойгу. Потому что свинья со змеёй никак. Змея обвивается вокруг змеи и выдавливает её, как говорится, на последние капли крови, да. Чем сдерживает? Она рождает много детей. Ну, вот у неё много детей не удаётся, она за счёт психологии его, значит, будет привязывать. Но, между прочим, у неё тяга налево-то сходить. А у него тяга тоже по сексу, у неё хорошая способность, видите, какая пятёрочка. То есть, он волочков своего рода, да, волочиться может. И у неё тоже семёрка, перебор по сексу. То есть, стремление испытать разные... Ну, так же вот в китайском календаре написано, что люди, рождённые, склонны к идультеру, рождённые в год змеи, да. Ну, самый идеальный был бы ей мужик, это бык. Вот, бык, она бы ему командованию роль в семье бы отдала, а сама бы она пользовалась там, пожалуйста, с быком, а не идеальный союз был бы с быком. Ну, ни в коем случае не со свиньей. То есть, у неё здесь семейственность какая-то немножко может быть нарушена. Тем более, наступает у них третья фаза жизни. Вот ему уже 48 лет. Ну, видимо, вот выдвинули, уже пора становиться человеком. Вот так же, как дворцы-то нужны, ведь это сейчас вот дети-то они. Двое детей, дочь, сын. Сейчас дворцы нужно строить, всё такое прочее. А для этого надо точку кормления найти хорошую. А вот она, точка. Зам. Сегодня зам, завтра может быть прокурор. А чайка по возрасту выйдет. А здесь это, да, всё. И она у него, как этот движущий генератор и мотор, вот этого будет Алексея Юрьевича, Юлия Сергеевна. И вот они вдвоём, вот так, пушбурные схемы, в делах, возможно, у них и будет. Но по семье тут возможен вариант, что она отпадёт на третьей фазе. Вот у неё очень амантюристический характер по части именно романтических приключений. И здесь может её выбить и это из коллеги. Найдёт на свою, как говорится, пятую точку приключений. Вот таким образом, то есть мы видим, что сам Захаров Алексей Юрьевич, он, не знаю, каким образом там попал, только через неё, наверное. Да нет, он как-то попал в этот межрайонный прокурор в Москву, был выдвинут там с периферии. Значит, его зацепили где-то ещё кто-то. Зная его то, что он очень хороший друг, положительные характеристики, никого не продаст, не сдаст. И там глотку перегрызёт за друзей и так далее. Плюс у него от дельта нулю и очень интеллектуально всё любит читать, всё изучать. Кругом положительная характеристика, да. Ну, конечно, склонен там он иногда до поросячьего визга, но это уже это прокурорские, они все такие, да. Как особенности национальной рыбалки мы смотрели, да. И также вот здесь всё получилось так всё пучком. То есть фактически зам Чайки назначены Шойгу Юлию Сергеевну. Вот, делали такое вот. Таким образом, вот власть, она везде сейчас, ну, как при царизме было, все вот эти какие-то ближние, дальние родственники царя, даже левые, правые, задние, передние дети, и дети их, и их детей, всех пристраивали на кормление, всем давали там какие-то волости, какие-то сёла, какие-то деревни, какие-то души давали на кормление, в общем, сажали на кормление. Кого-то губернатором, кого-то военно-начальником, всё. И все смотрят, что были эти придворные князья, графья. Ну, сейчас нет таких названий, хотя уже Жириновский давно уже предлагает так. Почему бы не ввести царя названия, а уже там, соответственно, иерархия, допустим, князь Жириновский, или там граф, граф, допустим, там, Захаров, там граф, или там князь, барон. Ну, барон у нас и так есть нарко, наркомафия-то она и есть, почему, а сегодня опять в лужу, как говорится, сел наш этот министр иностранных дел-то, это унылая лошадь-то этот. Вот, опять сделал очередной выплеск, как говорится, вскрыл своё нутро. Он выступил против распространения марихуаны в странах Европы и в мире вообще, это путь в ад, путь в ад. А на основании чего это он сделал заявление? Потому что и торговля-то у них подрезается, это вся вот матвиенские мешки, вот эти вот, и там кто ещё у неё, на самолёте-то её возил там. Главный там какой-то идеолог у них есть, Патрушев там, и второй-то кто у них там. В общем, куча, я потом уже всех позабыл. В общем, они самолётами возят всё время наркоту туда-туда-туда, туда-туда. И это у них подрезается, как же это в Европе, не нужна будет эта наркота. Когда в аптеке я пошёл, марихуанки взял там или там, и всё, марихуанки покурил там или что там. Они делают, что с марихуаном делать, не знаю. Подскажите тут в комментариях. Вот, это подрыв, а уже в Голландии разрешено, в аптеках продают. И сейчас уже многие другие страны тоже. А почему? Потому что подрывается основа вот этой мафии, крупной мафии. Вот в Америке вчера, позавчера убили крупнейшего мафиози. Клана, этого итальянского клана, ну, крупнейший, 50-ти чем-то летний. Мало того, что 6-7 пуль в него всадили, да он ещё в машину и про него потом проехался на голубом джипе. По этому мафиози, да. То есть, ведётся борьба против мафии, наркокартелей, наркобаронов. И плюс, а это уже решение было принято. Почему? Потому что вся основа вот этой торговли уже никому не нужны. Вот эти дорогие героины там, и что там они, они ещё какие-то, ЛСД, которые вредят. А вот этот марихуан, там все индейцы на марихуане сколько лет живут-то, ничего. Здоровье не влияет, только польза. От ожирениям они не страдают. Потому что жиросжигатель эта марихуанка в какой-то мере является. Вот. Плюс тому они тоже настроены хорошо, весёлые, радостные, улыбаются. И восстание никаких угодных, как говорится, нашим руководителям не устраивать ничего. Там всё, и пожалуйста, в аптеку зашёл, в марихуанки взял, и всё, кому надо. И дальше он же ведь не грабит потом родителей, не вынимает у них там это все, не продаёт ничего, не совершает преступления, чтобы... Ведь и против этого выступает всё, вот этот наш министр, вот этот, иностранных дел, и даже полармянин этот, да, унылый лошадь. Вот выступил он когда, недавно, вчера что ли, против этой вот легализации марихуана. А ведь это сплошная польза, допустим, радоваться должен был, если он, конечно, не на стороне наркоторговли находится. Вот таким образом. А то же Вороненко-то почему там убили? Он был связан с этими наркокострелями, вот с этим оборотом, путями, он всё узнал, всё в курсе. Он по обороту наркотиков был там чуть... В теме был, в большой завязке в этом обороте наркотиков всё, Вороненко. Ну, естественно, потому что нефтянка падает, надо чем-то заменять, надо заменять. Наркота самая выгодная, оказывается, вот наркота, потом оружие. А живой товар ещё, вот живой товар, потом наркота, потом оружие, а потом уже всё там остальное, торговое там. Даже золото меньше даёт доход, чем торговля живым товаром, а потом торговля наркотиками. Ну, что там мешок набил, так там на сколько потом соберёшь вагон денег, с этого мешка, который 60 килограмм весит. Вот таким образом, то есть везде мы расставляем своих людей, вот связанных с семьёй, продвижение вот этой вот семьи со стороны именно вот бывших родственников Ельцина. То есть не бывших, но настоящих родственников Ельцина. Вот таким образом это новое назначение. Ну, мы про это много очень рассказывали, у нас были и видео, кадры, и про администрацию там, все кадры администрации мы рассматривали поголовно всех. Кадры Кабмина всё рассматривали, начиная с самого главного, как говорится, гения всех времён и народов-то, да, в кроссовочках, вот, и в футболочке. Вот. И кончая самым последним вот министром, Орешкиным, про которого тоже мы угадали, что впадёт в ней милость, так оно и произошло. А мы об этом говорили, когда ещё только, и он был только назначен, только-только-только-только. И вот здесь вот мы тоже говорим о том, что, значит, здесь, возможно, подводные камни какие? Конфликт внутри семьи, вот, внутри Захаровой и этой Юлии Шойгу, да? И дальше самого вот этого Захарова Алексея Юрьевича, его же ведь как, всё время ему подкармливают, 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 сейчас через вот жену подкармливают, через эту семью. Но его в любой момент могут принести в жертву. Вот там Юлии Сергеевны молодой какой-нибудь Галкин понравится, и она подставит так этого Захару, что всё, и со святыми выноси, к первому маю, допустим, он уже будет готовенький. Правильно? Да. То есть это написано у них на судьбе, вот, кто рождённый, надо опасаться и очень осторожно быть. Потому что кто рождён из них, особенно перед праздником, ну, вот он, что, 9 марта рождён, вот ему сейчас в дне рождения такое назначение-то дали, хорошее хлебное место, правда? Сейчас вот 13 марта, вот он уже отмечает, уже четвёртый день, наверное, пьёт от этого назначения. Ну, тут бонусы-то большие, тут и участки земли, тут и строительство всё это всё, и дворцы уже даже готовые можно занять там это всё. Другой статус со всем, чем он находится каким-то вот прокурором Московской области. Ну, что такое прокурор Московской области? Это мальчик для битья, вот, там не раскрыл, тут не раскрыл, и сразу Московской области на виду. Вот такие дела. А Висяков-то сколько по Московской области? Всё, а тут вот, как зам, он, да, как зам, он идеальный, он начальник из него, ну, он властный тоже, он очень властный. Несмотря на то, что данных-то нет внутренних, содержания-то нету, а стремление к власти есть, то есть он может там, как кабан может порвать, это всё там команда изнутри, то есть это надо учитывать. Ну, плюс того же, сама Юлия Сергеевна, она вот по трем семёркам, она может в любой момент эти семёрки, молоточки, топорики её срубить с лица земли. Как выполнить свою задачу, она же, это же как ангел, посланный для какой-то выполнения задачи. Вот кончится она задача, чтобы выполнять, и так, или будет болеть, то всё время будет на больничном, она уже, считай, с работы вылетит. Или она скопустится, вот, тем более, вот у неё сейчас третья фаза жизни, здесь у неё авантюрный вот этот характер, и склонность к приключениям, к романтическим приключениям, может очень сильно её подвести. Вот, ну, мы помним вот таких же людей, которые, могут, змеи были, вот, недавно американский, крупный по таблеткам был промышленник, что-то там с ним стало. Тоже из-за этих вот приключений, любомных приключений. То есть, фактически, ну, она ещё будет прокурором, но ещё на неё накладывается, кроме вот своей работы, вот, по линии МЧС, у неё будет ещё вот мужем рулить там по этой прокурорской деятельности. Потому что вот эти три семёрки у неё, как у Дзержинского, вот так вот. Ну, так же, как и Дзержинский, она может перенапрячься, то есть, надо следить за здоровьем и обузывать свою страсть к приключениям. Вот, ну, семейственность, она, мы против семейственности, и Пифагор, видите, тоже, да? То есть, уж если вы там какие-то союзы строите, то надо строить в соответствии с матрицей Пифагора своей, да? И уж если ты там замуж хочешь, то ты найди себе там бычка, что там, генералов нет бычков, что ли, которые рождены в год бычка, могла бы найти, тем более образование такое, вот у неё психология, всё такое прочее. Вот эту матрицу Пифагору-то она должна знать, у тебя будет диссертация, у неё есть, по подбору кадров. А мы чем с вами занимаемся, вот уже 300 лекций, да, более 30 лекций, занимаемся именно этим. То есть, как правильно от человека, куда его сунуть, чтобы он давал максимальную пользу. Вот пока всё по этому назначению. Мы видим опять семейственности, ничего ли, никого лишнего.